Глаза не видели люди, а они все здесь за 300 лет, начиная от отца Марокова, Ломоносова. И вот задают, допустим, вопрос, вот вопрос, я даже отвечаю, кто сказал такое-то? Кто сказал? Я сказал, вот вопрос, вот конкретно, считайте по пальцам. Я вот вопрос, мой ответ, он совсем маленький, дальше, что говорит, добрый день. Кто это говорит? Ведь мало кто и знает этих поэтов. В каком году, когда жила? Что говорит Святая Библия? А дальше ответ, один. Второй, Федор Глинка. И именно у него только вот такой, Василий, его поэзия, только это по этому вопросу сказано. По вопросу, по отдельному из всей его поэзии. Следующее, что об этом говорит Библия? И опять поэт. Я сейчас на одном примере просто покажу. Кто это говорит? Пожалуйста. Это настолько редкие, но это наши русские поэты. Опять, что говорит Библия? Ну, более известные. Что об этом говорит? Что об этом говорит? Кто? Пожалуйста. Средина, да. Это Константин Романов. Пожалуйста. Истинно так. Теперь опять. И объем как раз говорится дальше будет. Как я написал стихи, это отдельно дальше. Следующее кто говорит? Теча. Теча. Еще один кто? Все, Библия. Следующий вопрос. То есть она будет у вас где хотите. Все, занимайте метр сорок полка. Спрашивает, как назвать? Можно назвать так. Видите, как я пишу открытым оком. Строчка не вниз, а вверх. Я как бы на сильном взгляд поднимаю к небу. Ага, понятно. Это у нее, вот она, кавычки заставляет нас считать не оком открытым. А откуда это взято из Библии? Вот это вот толкование Нового Завета впервые за 2000 лет вышло полно с откровением. По святым отцам. И вот последнее здесь говорится, считай это вот отсюда. Вот это. Так же толкование приняло благословоств, 9-9-1-8-0, всех известных. Ага. Это по благословению еписка, простите. Полное толкование. Ну, допустим, вот это, другие всего, мне далась симфония. Но не канонические книги. Это для специалистов. В разобранном виде 11 книг, которые сектанты не признают в Библии. По одному слову, как это найти? Именно таким шрифтом написано, как оно должно быть. Одно слово, и где оно встречается в 11 книгах? Какая мама, какой стих? Больше всего она заняла у меня времени. Но она уже сделана. Это лучшая в мире симфония теперь. Это прямо библиографы. Так. Вот это вот симфония «Жития святых». «Жития святых» — это книги, на которых Россия воспитывалась почти тысячу лет. Ну, говорят, да, был кто-то когда-то, один китайский товарищ. Здесь определенно. Из биографии ты встретил, ага, та же со змея укусила его. Слово «змея» открыл, и по ней сразу нашел. Где? Где? Какое житие, какого экрана его содержания. Это тоже нигде. Здесь даже два епископа благословили. Такое очень редкое. Итихий наш алтайский Максим. Видите, показываем. Это первая моя была книга. У меня свои стихотворения здесь. 3467. Каждое стихотворение 9 куплетов. Ну, сейчас примерно 80. Положено на музыку. Они исполняются, они исполняются. В интернете можно найти. Это вот последний тридцатый пол. Последний открытым боком. Если открыть ее в книге, сразу увидим, ага, откуда. Везде адрес. Интернат. Все. Можно назвать, спрашивать, как этот отдел назвать. Можно назвать вот так. Открытым оком. А можно во свете Библии. Вопросы ответы во свете Библии. Во свете Библии. Во свете Библии. Два варианта какие есть. Иногда люди спрашивают так. Хорошо. Понятно, какая это цена сегодня. Если так, это есть в этой книге. Книги-то очень хорошо издалили. Вот 14 тонн. Три строчки. Просчитайте. Сокол, президент Упределенной химической компании. Делаю набор, я сам делал. Компьютерную верстку. Сам делал. Вот она, компьютерная верстка. Да еще и фотошоп. Я провел за компьютером за 8 лет больше 30 тысяч часов. Так что это моя жизнь. Вот, допустим, у вас тут много разных сектор. И батюшки говорят, не знаю, что делать. Вот и говорится, и дома там второй тонн. Как я миссионер. Как беседовать с ними. Никаких нападок. Допустим, есть мусульмане у вас. И мусульман много. У нас много мусульман. Да, пожалуйста. У них любимое это зеленое знамя. И они все книги разного цвета. По колюшку можно найти. Это весь канал. До одной сура аяты. Во свете Библии. И что за 1300 лет, когда было сказано? Там все изучено. Все здесь. Абсолютно все. То есть это энциклопедия. Ну, вы знаете, такого цвета. Евреи любят деньги. Вот она золотым цветом. И три тома будут на этом. Все, что за 3600 лет об евреях сказано здесь. И говорят, ну, играю при страну. Ты что угодно говори. Ну, у нас это одно оружие, как бороться. Это любовь. Больше ничего нет. Тут абсолютно неожиданный подход. Виновен я. С себя начинаю. И этим я двигаю вперед. Это совершенно необычный подход. Теперь, вот эта вот книга. Крестного православия. Вот, коротко, только открыть. Видите. Материал для этой книги собирался 40 лет. Какой тут труд заложен. Здесь абсолютно все. О священном писании. О дисциплине. Вот. О обращении какое. И по порядку, значит. О покаянии. К истинному крещению. Это и архиереи называют настольной книгой священнослужителей. Конечно. А это как бы актом географичный. Это я проповедь говорю. Вся она из документов. В этой книге даже встречаю. Это вот я с мэром города. Тут есть это с патриархом Ильей. А вот здесь вот. Сейчас покажу одну фотографию. Это я арестован и иду. Видите. Это летят при шесть. А в 87-м такая уже полная ряда. Реабилитация все пришла. А реабилитация позже пришла. Вот. Теперь хотелось показать еще на что обратить внимание. Вот. 20-я книга. Это наша беседа с Александром Менем. Зарубленным священником. Это нигде в мире нет. Потому что мы сидим в беседах. Все манитапон крутится. Я ездил с огромным манитапоном. Тогда не болбали. А теперь все это спечатали. И все на сайте. Наш аудио записано. Здравствуйте. И в аудио на моем сайте 50 книг. Подождите. Подождите. 50 книг, которые я насчитал. Это 12 томов Златоуста. И нигде в мире больше этого нет. Где все встречаются есть, то нет. Ссылка только на наш сайт идет. 12 томов Жития. Это Жития Святых. 5 томов Добротаюбия. Меня арестовали когда. Архипелагу Лаг. Полная Библия. Это все на сайте. Моя книжная единственность закончена. Теперь я ушел только в молитву и на форум. Вот мы едем из Барнаула, где я показал, в каких библиотеках, взяли 20 экземпляров, еще один только остался на Абакан, и мы уходим. Заряжаемся снова, и другой конец. Люди от дома от работы, у каждого семья. Мы понимаем, что другой момент может просто не настать. Это внутреннее наше. Мы ничего у людей не просим, только одно. Уезжаем мы, помолитесь, что мы доехали до дома. Ночим в поле, там готовим все это, стараемся спрятаться, дихо мы не попасться на глаза. С тобой у нас собака ученая, чтобы хоть перед смертью помолиться успеть встать. То есть мы ни на что не претендуем, мы не знаем, какой результат. Да, мы веселим. Ну а что будет? Вот, допустим, у вас есть старобряческая церковь. Да, у нас старобряческая церковь. За 300 лет все старобрячество. И самое хорошее, что там есть взятое, и как это принять сегодня, как сегодняшних старобряцов сделать более склонными. А не так, не коньянин, не как там выход. А чтобы сердце раскрыто для любви Божией. Вот у нас, я начальник детского лагеря, широко известно, приезжает, и представьте, директор Кэрстенского института из Лондона. А деревня наша там неизвестно где, на навозной куче, как поет. И она туда, из Москвы, там телевидение, Останкино посылает. Это дело маленькое оно, но то, которое показывает, что нам не надо в Международный валютный фонд детей отдавать в рабство. Мы в один год, вот получили, вообще-то, в стране 17 тысяч селения разрушены. Мы получили статус. Лопаты начали копать. Сейчас у нас там и радио, и интернет, и играет со свадьбой. С нуля. А поселиться может докажет, что не лжок, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. При въезде надписи, на территории деревни курить не разрешается. Это вообще мечта русского человека, не одного аборта. Живут люди, ну, как встречается ребенок, и Христос воскресает. Конечно, мало, но песчинка, но эта песчинка показывает, что жизнь теплится. Вода камень торчит. Ну вот все. Спасибо. Благое дело. Господь вам помощь. Спасибо. Здравствуйте. Так, это я свою. Это ваше, да? Так, мы ушли. Все. Значит, просим молиться, чтобы мы доехали до дома. Буду молиться, конечно. Вас Галина звали. Галина. А вы вас поможете? Что заканчивали вы? Где вы учились? Значит, моя учеба к этому не относится. Я заканчивал строительный техникум и был послан работать в ВВД с заключенными. И туда я нашел этот лагерь сейчас, поехал. Это 53 года назад. И в лагерь подарил все книги. Вот так. Это Плишкино, около Юркутска, пониже. Где как-то меня что-то касалось жизнью, там я касался. В армии Господь позволил мне начать трудиться. Это я за то, чтобы в человеке все таланты развились. Ну, ребята, вы же знаете, я говорю, вот я учился в школе, языка нет никакого. Ну, нет, ну, деревья не было. Я в армии самостоятельно, английский, немецкий, французский. И выступаю перед людьми. Я не учился в институте, в институте. После учился на штурмана. Пришлось там оставить. Но это оставило свой осадок. Потому что дало мне большой выход, как бы уже за границу, что я узнал. А потом, ну, началась полоса арестов. Но все это позади. И такие люди, которые стали обращаться, как отец Геннадий Фас, представьте, приезжает преподаватель Томского университета, представитель, руководитель бактической группы, заходит и остается навсегда. И что он создает в православии здесь. Вот эта книга, вот толкование песни, песня, это книга столетия. И я не переоцениваю свои возможности. Когда спрашиваю, а могли бы вы написать? Никогда. Это другой уровень. Он звезда, горящая на вершине, скажем, елки. Я внизу, там, среди пушинок этих. Делайте свое дело. Он священник. У меня брат протеерия священника. Родной брат. Это не мое поприще. Мое поприще быть... Заражили, простите, ассоциализатом. Я работаю с самыми низами. Но видите, как я добрался до самых верхов. С Путиным и Медведевым. Это второе издание, которое выпустили в Новый Завет. Не знаю, сколько верно. Я телевизор не смотрю. Но сказали, увидели у Путина, библиотеки стоят наши люди. Но они того стоят. Спасибо вам большое, спасибо. Храни вас Господь. Храни вас тоже. Если что когда-то нужно будет вам, отец Геннадий почти рядом здесь. Да. Так что я и он, это одно. Хорошо. А вот знаете, у вас тут был, вы слышали, священник убил Кришнаит. Нет, я не слышал. Он отрезал голову ночью и бросил ее на престол. Тури, Господи. Тура, Енисейский. Это Енисей, да. Это тоже мое духовное чадо было. Это племянник Суслова. Главный идеолог Советского Союза. Он в моем доме тоже обратился. То есть это люди, которые сегодня на весь мир известны. Тот прославился и жизнью, и смертью. Ну, там патриарх, все сожаления были. Он сел их сумасшедший. А потом он сидел как ненормальный. И нашли от него такое что. Говорят, видите, его задрал Кришнаита. Ну, это то, что из печати я знаю. Я его не видал от того, его звать Руслан. Это мученик. И вот я никогда не думал быть в Минусинске. Да им не было бы. Моей сестры, у мужа, здесь брат живет. И мы сегодня к ним приехали. Они старообрядцы, и они настолько предвзяты к православному относятся. И вдруг жена, я ее не видел, она из Молдавии. Она с таким радушием приняла. Это удивительно. И ее свекровка живет. А с мужем-то ее. Мы были друзья, он умер уже. Сидели на кладбище сейчас. И настолько все сладостно сегодня. Что среди старообрядцев, я говорю, такая душа, она такая открытая. Все рассказывает, снимает. Она ни на что не смотрит. И видно мне столько задатков. Я, ну, Анна, а у нас нас зовут Нюра. Нюра, вот если бы мы жили рядом, надолго бы сохранился об этот накал любви? Она говорит, навсегда. Я среди старообрядцев даже не думал такую душу встретить. Они молодежно, 96 живут. Да, понимаете, я говорю, может у вас в природе не было старообрядцев? Она говорит, были старообрядцы. Но у них такая свирепость против всех. Они никогда голубей не держат. Но я знаю признаки. У этого все наоборот. Это Бог мне дает счастье увидеть. Вот меня спрашивает, что самое великое в моей жизни было. Это уж на память. То, что я узнал, как много у Бога добрых людей. И они почему-то мне встретились. И приняли участие в моем деле. Это замечательно. Понимаете, это просто радость. Вас ведет. Это след. И вот сегодня подошли с десяти. Сердце упало. Ребята, давайте в дверь открытую зайдем. И вдруг звоним, разговариваем. Там вы как раз на телефоне. Это все по милости Бога. Вы могли не взять трубку. Могли в другом месте. Это заезжать. Опять задержка. Все по-другому было. А отец Геннадий только-только в эти часы он приезжает сейчас домой. Мы до него благословляем. В Абаканскую библиотеку у нас последний экземпляр. И срываем и уходим. Нам нельзя на одном месте даже быть нигде. Даже времени на это нет. И мы рады, что все мы думали делать за три недели, за полторы сделала. Сейчас новая загрузка. Опять уезжаем уже туда, к Свердловску. До свидания. До свидания. Я рада голосами встретиться. С Богом. До свидания. До свидания. Вы что взяли? Коробки есть. Забрали они, не забрали. Я не знаю. Ну, по-моему, коробку забрали. Взяли? Давай, покажу. Так, ну все, поконим. Все, поконим. Уходим.